РФАД СНЕВ В Архангельской области погибли Владислав Яновский, заместитель начальника научно-испытательного отделения, Сергей Пичугин, инженер по испытаниям, Вячеслав Липшев, начальник научно-испытательной группы, Евгений Каратаев, ведущий инженер электроник, Алексей Вьюшин, старший научный сотрудник. Да, случилась трагедия. Взрыв унес жизнь пяти наших товарищей. Трое находятся в госпитализации. У них травмы средней тяжести. В основном это переломы. В части сделанная операция, жизнь их находится вне опасности. Конечно, гибель наших сотрудников — это горькая утрата для всего института, для предприятия Государственной корпорации «Росатом». Испытатели, связанные с этим видом деятельности, конечно, являются национальными героями. И мы подспудно всегда считали их элитой Российского федерального ядерного центра, потому что именно испытатели через их руки проходят все идеи, все мысли, все изделия. Работа, которая была проведена в акватории Белого моря, мы к ней готовились. Готовились достаточно серьезно, около года. Создали соответствующие стенды, провели тестацию людей, провели достаточно серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики, обсудили их. Казалось бы, все должно быть реализовано, но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту. Сейчас работает Государственная комиссия по расследованию причин, и в рамках этой комиссии будут сделаны соответствующие выводы. Безусловно, это трагедия, которая, в общем-то, унесла жизнь наших испытателей, наших друзей. Особенно тяжело терять близких друзей. И в нашем полигонном братстве, это так называется у нас, мы лишились наших товарищей. Здесь принципиально важно отметить, что с самых первых дней существования нашего ядерного центра КБ-11, тогда, здесь был организован полный цикл работ, от теории до испытания. Испытания были необходимы и есть необходимым элементом создания новой техники. Я должен сказать, что вопросом безопасности, основы которой заложил Юль Борисович Харитон, основатель нашего ядерного центра, который отвечал 46 лет за ядерное оружие, здесь, в общем-то, сложилась определенная не просто школа, а культура работ. И более того, в любом документе изделия, идущего на испытания, есть раздел обеспечения безопасности и сценарий аварийных ситуаций. И мы работаем здесь достаточно серьезно, большие группы людей, специалистов. И вот я должен сказать, что вот то, что произошло, это, безусловно, в общем-то, непрогнозируемый сценарий реализовался. Та трагедия, то вот роковое стечение обстоятельств, которое случилось при наших испытаниях, мы сейчас в этом пытаемся разобраться, работаем в тесном контакте с государственной комиссией, которая создана по анализу причин этой аварии. И, конечно же, наши ученые сейчас в постоянном контакте. Мы анализируем всю цепь событий для того, чтобы и оценить масштаб аварии, но и понять ее причины. Не только понять, но и исключить возможность подобных аварий в будущем. Это ключевая задача, которая сегодня стоит перед нашими специалистами. Еще раз хочу от имени института, от присутствующих здесь, от себя лично, высказать соболезнования, прежде всего, родным и близким. Они сейчас в фокусе, внимание, им сейчас наиболее тяжело. И отметить, что вот товарищи, они настоящие герои. Они герои современной России. И мы будем их помнить. 12 августа в Сарове прошла церемония прощания с погибшими сотрудниками РФИАЦНЕВ. В траурных мероприятиях участвовали первый заместитель, руководитель администрации президента России Сергей Кириенко, генеральный директор госкорпорации «Русатом» Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, директор РФИАЦНЕВ Валентин Костюков и другие официальные лица. Почтить память погибших пришли тысячи саровчан. Нас постигла большая беда. Беда, которая вместе с нами теперь будет на всю жизнь. Но самая большая беда, конечно, постигла родных и близких. Они, у них самая большая боль. Они на сегодняшний день ее воспринимают и будут нести в жизни, в своем сердце и в своей дальнейшей жизни. Испытатели, героическая профессия. Сегодня в Федеральном ядерном центре практически каждый час и каждый день идут испытания на многочисленных наших площадках, как внутренних, так и внешних. Особое отношение к этой категории связано в Федеральном ядерном центре. Уважение к их профессионализму, к их самоотверженности, к их реализации в выполнении долга. Конечно, это та категория наших ученых и специалистов, через руки которых наши изделия проходят в самых крайних критических ситуациях. Именно это обстоятельство приводит в эту категорию самых талантливых и самоотверженных людей, которые преданы нашему общему делу. Большой траур, большая наша боль. С этой болью мы будем идти и анализировать ее. Создана государственная комиссия и в рамках ее, безусловно, мы выявим мельчайшие подробности случившегося для того, чтобы сделать выводы. Но главный вывод, который мы сегодня делаем, о том, что пять наших товарищей до последнего боролись за реализацию в управлении ситуации с тем, чтобы она пошла по заданному сценарию. К сожалению, это не удалось. И это приносит особую боль и особое чувство вины и ответственности. Трудно говорить, потому что большая беда. Невосполнимая потеря. Невосполнимая потеря для родных и близких. Невосполнимая потеря для коллектива Федерального ядерного центра, для Росатома, для всей страны. Потому что сегодня мы провожаем последний путь настоящих патриотов своей страны. Настоящих героев. Мы привыкли к тому, что люди, которые носят на своих плечах погоны, по долгу службы принимают на себя риски, обеспечивая оборонную способность своей страны. Наши герои не носили на плечах погон, но они совершили двойной подвиг. Потому что подвиг ученого, исследователя, работающего в Федеральном ядерном центре, обеспечивающего обороноспособность страны, это уже подвиг. Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий, они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, которых, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100% невозможно никогда. Они, как профессионалы, это прекрасно знали. Но брали на себя этот риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. И они сделали все возможное и даже больше. Мы не можем их вернуть, но мы по праву можем ими гордиться, как настоящими героями своей страны, решением президента Российской Федерации, они представлены к высоким государственным наградам. Вечная память. Мы прощаемся с лучшими. Большинство из наших ушедших сегодня товарищей мужчины в самом расцвете сил, которым и работать, и детей растить, и родителей своих радовать невозможно. Понять ту безмерность горя, которые испытывают члены семьи, близкие родственники. Все, что мы можем сделать, мы сегодня вместе с ними. И вот здесь перед нашими товарищами обещать, что ВНИЕФ, Саров, госкорпорация сделает все от себя возможное, возможное, чтобы помочь вырастить детей, чтобы помочь семьям преодолеть эту, конечно же, невосполнимую трату, пережить это ничем не измеряемое горе. Насколько можно, мы сегодня с вами, мы понимаем, что это ответственность на многие годы, и перед лицом всех собравшихся от имени госкорпорация обещает не относиться так же, как ко всем своим остальным обязанностям. Это герои, это люди, которые достойны государственных наград, это люди, которые достойны вековечивания памяти здесь, в Сарове, это люди, которые вписали свои имена золотыми буквами в историю отрасли, в историю госкорпорации светлой памяти. Церемония погребения прошла с воинскими почестями на аллее почетных захоронений. Профессия испытателя одна из самых ответственных в Российском Федеральном Ядерном Центре ВНЕФ. Трагические события еще раз напомнили о важной роли испытателей в деятельности предприятия. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении испытателей РФЯЦНЕФ орденами мужества. Семьям погибших и пострадавших оказывается помощь и поддержка. Ничто держать семьи в этот трудный момент и не только именно сейчас в эти дни, но и взять на себя ответственность за материальное благополучие детей до их совершеннолетия. В этом мы едины с руководством ВНЕФа, с руководством города, с руководством Нижегородской области считают это своей личной обязанностью как генерального директора и все, что будет в наших силах, все, что будет позволено нам судьбой сделать для семей наших пяти товарищей, мы, конечно, сделаем. Ну и особое внимание сегодня нашим ребятам, которые находятся в ФМБА, находятся на лечении, они получают лучшую медицинскую помощь, ряд операций уже проведен, и молимся, и надеемся, чтобы как можно скорее они вернулись в свои семьи, как можно скорее вернулись в строй, и это такая же ответственность наша, госпорпорация, руководство института, совместно с руководством нашего агентства медицинского оказать всяческую поддержку и обеспечить лучшую медицинскую помощь нашим ребятам, которые находятся на лечении. Директор ФИАЦНЕФ Валентин Костяков заверил, что в Сарове воздвигнут памятник испытателям. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnef.ru и в эфире канал 16 каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова